Ответы на вопросы из области литературы, истории, науки, искусства нужно найти участникам первой встречи интеллектуального клуба, которая прошла в молодежном центре Горком-35. О том, как справились с заданием ребята, мы расскажем в нашем следующем материале. Какие еще часы, которые могли отсчитывать время, и которые мы знаем, что вот они столько-то по времени. Срочные часы. Вопрос о том, как императрица Елизавета Петровна приучала своих чиновников к соблюдению графика работы, оказался весьма сложным. Ответ на него ребята нашли только с помощью подсказки. Задания для юных интеллектуалов из самых разных сфер. От серьезных научных данных до фрагментов детских книг и мультфильмов. Мне понравился вопрос про зубы и Мальвину. Это был довольно интересный вопрос. Сложно ли было найти ответ? Ну, довольно много вариантов было, но сложновато, я бы сказала. Оказывается, у актрисы, исполнявшей роль Мальвины в сказке «Золотой ключик», прямо на съемочной площадке выпали молочные зубы. Пришлось вмешаться с томатологу-протезисту. В этот раз дать правильный ответ не получилось. Однако Виктория уже не раз выручала свою команду, хотя среди знатоков она совсем недавно. Организатором таких встреч юных интеллектуалов Вологды стал городской молодежный центр «Горком-35». Такие встречи становятся регулярными, то есть каждый вторник в пять часов мы ждем всех школьников, всех интересующихся интеллектуальной деятельностью. Они могут прийти к нам и поучаствовать в такой же игре, что никогда, или собрать команду, или присоединиться уже к существующей, и вот прийти к участию в нашем интеллектуальном клубе. Это уже далеко не первый проект молодежного центра «Горком-35». За полтора года работы здесь провели десятки акций, запустили массу новых программ, интересных для молодежи. Теперь в копилке реализованных идей еще одно полезное и интересное направление работы с вологодскими школьниками. Александра Шер, Михаил Прющев, Вологда, Портал.